Всем привет, мои дорогие! В 1947 году Кристиан Диор дал определение стиля, очень лаконичное. Это когда просто, ухожено и со вкусом. И сегодня, мои дорогие, мы говорим с вами о стильных парфюмах, о тех парфюмах, которые я воспринимаю как стильные. Чаще всего для меня стильными являются парфюмы кожаные, где появляются ноты, может быть, кожи, замши, даже чаще кожа, асмантус, может быть, даже цитрусовые определенные, да, цитрусовые, фиалковость есть, может быть, даже фужерность. То есть те парфюмы, которые излишне не уходят в чувственность, которые такие, да, простые, ухоженные, создают образ простоты, ухоженности и вкуса, хорошего вкуса, но при этом есть завершенность, на мой вкус, да, какая-то есть завершенность, определенность и досказанность, то есть не остается недосказанности. И, наверное, еще здесь будет такая маленькая подгруппа у меня, которые парфюмы, может быть, они звучат и просто, но при этом нарядно, да, вот такая мини-подгруппа, для кого они, так скажем, первая, большая часть подгруппы покажется простой, излишне, да, простой, будут несколько парфюмов, которые при этом простые, но и праздничные. Давайте сразу с вами начнем. Первый парфюм, если мы говорим с вами о стиле, конечно же, это Odermes для меня. Парфюм, по-моему, цитрусово-фужерный, но его, в принципе, можно назвать и кожаным, потому что здесь кожа большую роль играет, это Odermes парфюм, который создал Эдмонд Рудницко для Эрмес. Здесь очень большое количество пряностей, кардамон, я прежде всего здесь угадываю, кожа, очень приятные цитрусовые аспекты, и даже появляется такая нота сена. Вот у меня этот парфюм, он сюда переносит на природу, какие-то, вы знаете, такие очень места, это может быть даже поэтические, именно природные, где пахнет сеном, разнотравием, может быть, даже слегка мускатным шалфеем. И вот на вот этой стороне, на этикетке, здесь изображен мужчина, который открывает портфель. Попытаюсь так поближе вам показать, наверное, вы увидите кожаный портфель. И именно здесь, в этом парфюме, есть всегда ощущение свежести и приятного, наверное, сенно-кожаного подтона, который я очень ценю. И это любимый парфюм Жанна Клода Ильина, он всегда, если у него спрашивают, каким парфюмом он пользуется, он говорит, я практически никогда не пользуюсь парфюмом, но если пользуюсь, я пользуюсь Одермес. И этот парфюм, он для меня всегда создаёт суперненавязчивое настроение, но при этом завершённость образа есть та, которая подчёркивает именно хороший стиль. Наверное, который подчёркивает стиль, да, и хороший вкус. Следующий парфюм, который для меня является своеобразным последователем Одермес, и это парфюм именно Бегора от Константре, Фредерик Маль, и здесь парфюмер Жанна Клода Ильина. О чём этот парфюм? Он, прежде всего, для меня о сене, мои дорогие, о розе, и, естественно, горький апельсин здесь заявлен, но горький апельсин быстро исчезает, так как он в верхних нотах, и остаётся очень плавный, такой, вы знаете, какой-то для меня просто гипнотический переход от розы именно к сену. Этот парфюм, я не знаю, мне, наверное, придётся его покупать себе дубль, потому что я его обожаю. У меня вот этот, кстати, флакончик уже скоро практически закончится. Вот я его обожаю использовать каждый день. Он мне всегда создаёт очень правильное, законченное, да, такое оформленное настроение, деловое, но при этом очень сосредоточенное, спокойное, расслабленное, потому что есть сено, оно всегда даёт такое настроение расслабленности. Вы знаете, даже вот здесь нет ноты кожи, но я угадываю какую-то определённую кожанность, и мне так кажется, так как Жан-Клод Элина, он был учеником Эдмонда Рудницкого, мне кажется, что вот эти парфюмы «Одермес» и «Бегарат Концентре», их можно своего рода поставить как-то в одну цепочку, в одну линию, как будто Жан-Клод Элина, вот здесь в «Бегарат Концентре», он размышлял на тему «Одермес», как будто он, так как это его любимый парфюм, а здесь он сделал, может быть, свою интересную именно вариацию, но я угадываю, вы знаете, общий какой-то почерк в этих парфюмах, но я не хочу сказать, что Жан-Клод Элина взял идею «Одермес», и вот какую-то сделал просто вариацию, ну, не знаю, не вариацию, а какую-то, может быть, копию, изменённую, нет, совершенно нет. Для меня вот эти два парфюма, просто вот два парфюма, которые я обожаю, очень обожаю, и я не могу сказать, что этот является каким-то определённым клоном этого. Вы смотрите, вот кожаность есть, кстати, в этих двух парфюмах. Вот так угадываю, здесь именно такую цитрусово-пряную кожаность, слегка даже телесность, которую дают специи, да, вот специи, которые заявлены в «Одермес», может быть, в «Бекарат Концентре» также есть что-то, что даёт вот это очень приятное, может быть, слегка вспотевшее ощущение телесности, которое придаёт живость парфюмам, не только природность, да, и свежесть от цитрусов. Следующий парфюм, пусть у нас будет вот этот парфюм, это «Одермемо», мои дорогие, «Мемо Парида», парфюм «Мемо». Ой, как я его люблю вдыхать, и вообще мне этот парфюм, мне он просто очень нравится. Здесь у нас уже парфюмер «Аленор Масне», кожа, фиал, кожа, ирис, жасмин здесь есть, по-моему, также есть «Петит Грейн», кстати, «Петит Грейн» он также очень часто создаёт очень приятный аспект, такой горьковато, подчёркнуто, завершённый, свежий, с большим, вы знаете, наверное, с такой сильной подчёркнутостью свежего воздуха. И здесь также ещё есть зелёный чай, да, ноты зелёного чая, вот смотрите, чай, по-моему, также «Асмантус», также вот помимо кожи в парфюмах, кожа, также ноты «Асмантуса», таких цитрусовых, они очень часто для меня создают впечатление, да, стильности, или дают ощущение стильности, стиля. Но не вычурного, да, вот именно подчёркнутого, а именно хорошего вкуса, как сказал Кристиан Диор. Это просто. Вот этот парфюм, он звучит просто, цитрусово-кожанно, но с такими приятными нотками чайности и даже лёгкой, лёгкой-лёгкой, несладкой, ненавязчивой фруктовостью, которую даёт «Асмантус». Очень его люблю, нравится он мне. Опять же, в этой категории с вами остаёмся, мои дорогие. Сюда также попадает «Галоп Эрмес», «Галоп Эрмес». Здесь парфюмер у нас уже Кристина Нажель, не Жан-Клод Элина. Здесь у нас кожа, айва и роза. Он также звучит кожано-цитрусово-розово, кожано-цитрусово-розово. И вот здесь именно такая роза, которая подчёркнуто стильная, которая подчёркнуто стильно звучит, терпкая, терпкая кожаная, с приятной цитрусовой свежестью, даже кислинкой от айвы. И эта роза, она не уходит в чувственность. Вот если есть чувственность в розах, для меня почему-то она сразу становится, сразу уходит из этой группы парфюмов стильных. Я люблю его также очень, этот парфюм. Опять видите, кожаность. Практически вот все четыре парфюма, которые я вам показала, здесь есть кожа. Следующий парфюм, пусть у нас будет вот этот, это French Leather Mimo, здесь очень красивая, такая также цитрусово-замшевая кожа. Вот я вам говорила, что сейчас до этого у нас были парфюмы именно кожаные, с кожей, с нотой кожи доминирующие. Здесь уже появляется замша и появляется определенная такая шершавость, именно шершавость, может быть, телесность именно замшевая. Но роза здесь звучит и кисловата, и терпкая, и при этом даже слегка дымно. Представляете, какая-то есть дымность, но свежая дымность, но неладанность. Вот на этот парфюм очень часто, кстати, я получаю комплименты, даже практически незнакомые люди всегда хотят знать, да что это такое. Он очень так же завершенно звучит, подчеркнуто, отстраненно. Во всех этих парфюмах в них нет, может быть, за исключением парочки, которые все равно для меня являются стильными, в них нет настроения навязчивости, нет такого настроения, что он вас сейчас захватит, даже пусть они могут быть яркими, но они всегда остаются где-то на расстоянии, не будут вас преследовать. Нравится этот парфюм. Следующий у нас парфюм будет вот этот Саво Стимпин Халегонгс. Этот парфюм относится к группе фужерных. Помню, когда первый раз я его затестила, вы знаете, я не знала, как мне дожить до следующего дня, чтобы мне его приобрести. И потом, естественно, у меня какие-то были дела, и я так была счастлива, когда, наконец, у меня он появился. Это фужерный аромат. Здесь очень приятная роза, опять же терпкая роза, даже слегка горьковатая, с привкусом эвкалипта, такая эвкалиптовая роза, но при этом очень много есть травянистости, но не луговой травянистости, а вот именно от ощущения настоек для сауны. И также есть редкое такое настроение, может быть, спа-центра, когда вот этого настроения расслабленности, успокоенности, когда вам делают массаж, или вы просто плаваете, или вы поплавали, вам сделали массаж, вы выходите, такая вся благоухая, эти ароматными эссенциями, с которыми вам делали массаж, вот такой благоухая чистотой, паром от всех процедур водных, и определенной, наверное, может быть, такой фужерностью или травностью, даже слегка может быть аптечной. Вот именно в этом его фишка, в этом его изюминка, что он очень сильно успокаивает, наверное, за счет того, что когда мы чувствуем травность, вот эта аптечная, она нас вылечит, нравится он мне очень. Следующий парфюм, давайте, наверное, к этой группе перейдем, нет, давайте вот сейчас еще два парфюма, я вам покажу, вот Jolie и Мадам, Pierre Valman, Valman, да, парфюмс, также это кожаный аромат, аромат 1953 года, вот он где-то, видите, практически ровесник, с Odermes, эти два парфюма, они для меня супер, да, стильные, и вот этот Jolie и Мадам, парфюм, парфюмер здесь, Jermaine Cilier, парфюмер знаменитого парфюма Bandit, Robby RPG, также этот парфюм одной из группы кожных, но помимо кожи, мои дорогие, очень вкусный, да, вот такая нота, здесь кожа, она очень вкусная, терпкая, горьковатая, но при этом именно вкусная. Здесь есть листья фиалки, очень много весенних цветов, сирень, по-моему, также сирень, также ландыш есть, роза, то есть здесь очень много цветов, но очень мне нравится его горькость, такая цитрусовая горькость, какой он раскрывается вот в первых нотах от Petite Grey, люблю сочетание Petite Grey или может быть даже вот как в случае Begorand Concentre, где горький апельсин, то есть горечь цитрусовую, которая сочетается с кожей, и все это очень подчеркивается такой размытостью фиолетово-нежно-какой-то сиреневой от лепестков фиалки, или от листьев фиалки, заявлено листьев фиалки, даже определенная сиреневость есть, вот именно такая нотка, вы знаете, слегка романтичная от сирени, то есть он для меня и стильный, и очень женственный, загадочный, но при этом оформленный и при этом даже что-то опять повествующее, они в принципе для меня может быть даже наравне по своей уникальности. Кстати, вот к этим чертам, мои дорогие, когда я вам сказала, что стиль, да, что это стиль, просто ухоженно, они все, кстати, дают ощущение ухоженности, эти парфюмы, просто ухоженно и со вкусом, и при этом, да, завершенность есть, и всегда есть уникальность в звучании, нет того представления, что, а, ну да, где-то я это уже слышала, все из них, они для меня звучат уникально. Давайте вот к этому сейчас перейдем к парфюму, это Буа-дон-Санс Армани, привет, любимый парфюм Джорджа Армани, очень люблю этот парфюм, о прохладном, таком древесном, наверное, древесном ладане, и, как я вам всегда говорю, здесь есть ощущение прохладного католического собора, мрамора, да, прохлады, мраморной прохлады, когда вы заходите в этот собор в Италии с жары, и сидите, погружайтесь в вашу молитву, медитацию, как хотите называйте, и возноситесь в ваших мыслях и помыслах к небесным сферам, но при этом, вот именно своей такой завершенностью, завуалированностью, но при этом четкостью он создает именно стильное звучание, стильное городское, да, при всей вот его, при всем его характере, таком слегка даже сакральном, он звучит очень стильно, по-городскому, подчеркнуто, подчеркнуто оформлено, нет никакой размытости, нравится он мне, следующий парфюм, следующий парфюм у нас, пусть будет вот этот Кьюер Данж, они практически, видите, у меня здесь стоят три, вот эти парфюмы из линейки Херми Санс, давайте, когда сейчас, если я начала об этом говорить, парфюмы, помните, я снимала вам видео о парфюмах Херми Санс, вот из этой линейки, я вам сказала, когда говорила, что вот именно Кьюер Данж и Витивер Тонг, для меня это два парфюма, самые стильные, в этой линейке, в принципе, вот они изо всех парфюмов, наверное, для меня, одни из самых стильных, видите, они попали в эту подборку, конечно, еще у меня остались некоторые парфюмы, да, стильные, может быть, придется еще второе видео сделать, но, объять необъятные не получается, поэтому делаю так, как получается, Витивер Тонг, парфюм О, сладковатый, да, Витивер, за счет бобов Тонг, очень приятный, такой, приятный, гурманской ноте, подчеркнутый, фундука, вот всегда я ощущаю, здесь фундук, определенную ореховость, и настроение леса, да, вот лесное, слегка даже табачное настроение, появляется, есть такая слегка, какая-то сказочность, я вам помните, говорила, что в этом видео, о Эрнессанс, как будто бурундучок, грызет орешки, что-то такое милое, появляется одновременно, да, подчеркнуто, вот вы знаете, даже этот парфюм, он не чувственный, но он настолько стильный, что он просто, настолько звучит стильно, уникально, что он просто заставляет людей, посмотреть на вас, каким-то другим взглядом, это очень интересно, кстати, вот когда я пользуюсь этим парфюмом, реакцию людей наблюдать, и Кверданша, это уже улучшенная, так скажем, версия, конечная версия Келли Калеш, которая, кстати, тоже у меня здесь есть, давайте его сюда сразу возьму, вот Кверданш, мои дорогие, для меня это прежде всего кожано-фиалковый аромат с терпкостью боярышника, он для меня звучит очень нежно, есть, есть терпкость кожаная, есть вот эта подчеркнутая грубоватость кожаных ароматов, и как он должен пахнуть, да, этот аромат, что он должен вам навевать, он должен нам навевать вот это настроение, когда вы купили свое, или вам подарили новую сумку Келли, Эрмес, вот вы ее открываете, и до вас доносится аромат вот этой новой кожи Эрмес, вот так должен пахнуть этот аромат, но есть очень интересная история, как Жан-Клод Элина создавал этот парфюм, он, кстати, его создавал на протяжении 10 лет, представляете, на протяжении 10 лет, и вот на протяжении этих 10 лет возник Келли Каллеж, да, на пути к Кюрданж, Келли Каллеж, о чем он? Для меня это, он заявлен как цветочный, древесно-мускусный аромат, по-моему, 2007 года он, этот парфюм также долгое время был моим ароматным, я его обожала, здесь очень красивая, красивая нота кожи, в сочетании с весенними цветами, да, Нарцисс, очень люблю, как здесь звучит Нарцисс, и Грейпфрут, вот опять появляется, да, вот эта связка цитрусовых, тонкого цветочного флёра и кожаности, для меня он очень городской аромат, но свежий, то есть вот в нём именно городской стиль, очень много свежести, приятная цитрусовость, я всегда говорю, что этот аромат, он для меня такая, роза, какая-то весенняя роза с нарциссовым, с подтоном нарцисса, даже кто любит нарциссы, я вам даже могу посоветовать обратиться к этому парфюму, вы здесь найдёте, эту приятную, наверное, весеннюю, свежесть, горьковатую нарцисса, он звучит при этом, при всем его даже стиле, возникает ощущение верховой езды, настроения всего, соприкосновения с лошадью, соприкосновения с большими порывами ветра, когда вы скачете на лошади, природности, но при этом вся такая есть оформленность, вот эта природность, она не уходит в натуралистичность, она остаётся, природность здесь именно городской, подчёркнутой, и он очень звучит аристократично для меня, очень мне нравится, ещё парфюм из Эрмес, у нас с вами остался Осман Тинан, этот парфюм, он здесь также есть, кожанность определённая, есть очень много османтуса и чайные ноты, и этот парфюм, он за счёт, именно своей, наверное, кожаной ноты, он также меня относит к настроению стиля, но он звучит несколько, вы знаете, так более мило, по сравнению с Кюрданж, например, или Светивер Тонга, в нём есть вот эта мягкость чайной церемонии, появляется вот это уже азиатское слегка направление, мягкости таких плавных линий, и помимо кожи османтуса, такого абрикоса, здесь звучание османтуса, здесь появляется очень приятная, свежая, цветочность Фрейзи, очень приятно, здесь так свежо, свежо звучит Фрейзи. Так, из Армани у нас ещё остаётся вот этот парфюм Кюр Аметист, Кюр Аметист это для меня просто сладковатая, фиалковая кожа, которая звучит очень стильно, так очень какое городское звучание, но при этом очень подчёркнуто, вы знаете, подчёркнуто, наверное, чувственно, но это чувственность здесь, вот он, наверное, один из самых чувственных ароматов, которые я вам сейчас буду показывать, я её представляю в этом видео, в нём есть чувственность, но при этом она не переходит грани того, когда парфюм теряет своё качество, такой как стиль, таким он обладает. Здесь парфюмер Мишель Альмирак, мои дорогие, как и в Буа Дон Санс, и эти два парфюма, они для меня, наверное, из вот этой линейки, Армания, которые для меня очень многие, кстати, в принципе, не могу сказать, что многие, но некоторые из вот этой линейки, они для меня именно попадают в определение стильных, но эти, наверное, самые стильные из-за этой линейки. Так, и следующий парфюм, если мы заговорили с вами о фиалке, будет вот этот парфюм Гюллет Фюме, Монодиорио, моя, наверное, одна из любимых фиалок, могу ему пиваться, это горькая, не сладкая, не помадная, не леденцовая фиалка, а, наверное, лавандово-ладанная, лавандово-ладанная, мускатно-шалфейная фиалка, такая фужерная фиалка для меня. С легкими, такими загадочными переливами Апопонукса, но которые все равно не уводят этот парфюм в сильную мечтательность. Он довольно-таки также городской, определенный, отстраненный, простой и со вкусом. Не знаю, для меня он не меланхоличный совершенно, я считаю его одним из самых-самых, наверное, красивых парфюмов. Такие есть. Вот так. Так будет сказано. Пусть еще вот у нас парфюм Кире де Руси Шанель из эксклюзивной линейки. Вы, наверное, все знаете уже, да, мою любовь к этому парфюму. Очень мне нравится, как он звучит. Он звучит для меня, прежде всего, вот смотрите, как и Келли Калешу. В нем есть такое звучание аристократическое, благородное, отстраненное. Здесь у нас кожа, может быть, смолистая такая кожа. Ощущение такого березового дегтя есть, иланг-иланг, цветочность. Но для меня этот парфюм, он звучит подчеркнуто, стильно и благородно, и при этом чувственно. Кстати, вот я вам говорила, что Кюрдаметист, Кюрдаметист, по-моему, подождите, как он тут называется? Да, Кюрдаметист, что он звучит чувственный, при этом стильный. Вот Кюрдаметист так звучит стильно, но при этом чувственно. И я вам уже много раз говорила, что для меня этот парфюм о внутреннем мире, вообще о душе, наверное, вот этом каком-то своеобразном ДНК именно русских мужчин. Так, мои дорогие, и что у нас следующее будет? Давайте вот к этим парфюмам перейдем, если мы говорили уже о Асмантусе. То есть у нас будет вот этот парфюм. Это Кюрдушин Лезанде Мудабль. Здесь также очень стильная, подвижная, такая очень вкусная, маслянистая кожа с сочетанием с табаком, от такой легкой ноты табака, турецкого светлого табака, и Асмантуса. Здесь очень много Асмантуса, который придает, как всегда, легкую, наверное, фруктовость, фруктовость, но здесь Асмантус не преобладает. Это прежде всего кожа, такой подчеркнуто, с расслабленной, оформленной, простой стиль, casual. Вот можно представить, не знаю, может быть, какого-то француза, да, мне представляется француз, который из, может быть, 70-х годов едет играть в теннис на своей спортивной машине, может быть, куда-то, где-то на юге Франции, вот такой мне образ рисуется. Не знаю, в нем есть свобода, да, ощущение свободы есть, и непосредственность, непосредственность, и простота. из Лезан Демо Дабль, у меня еще здесь появляется роза Дежамал, вот посмотрите, здесь нет кожи никакой, да, здесь есть прежде всего роза, в сочетании с лавандой. Ну, как я люблю, мои дорогие, эту розу. Также есть атласский кедр, также марокканский и роза из Марокко, абсолютно роза, очень большой процент здесь именно абсолютно роза содержится, парфюмер Антуан Ли. Эта роза не сладкая, вот видите, здесь у меня, кстати, не будет никаких сладких роз, потому что это уже все-таки отходит, да, от понятия стиля. Здесь именно не сладкая, прохладная мармеладность розовых лепестков, и даже не такого цвета, а именно бордовых лепестков роз. С капельками росы. Он звучит, прежде всего, да, для меня стильно и очень необычно. у нас с вами остается не очень много парфюмов, так что у нас здесь. Смотрите, еще парфюмы из Лезард Демудабль, это Эскаль Анендонезии, также парфюм в стиле Оду Кулон, но здесь содержит большой процент серы амбры, жасмина и Петит Грейна. вот приятная горькая цитрусовость Петит Грейна появляется и какое у него свободное звучание, в нем очень много воздуха за счет серы амбры и очень много завершенной, наверное, подчеркнутой завершенности, устремленности, свободы, не знаю, и очень много свежести. Вот когда утром ужасное настроение, но вам как-то вот надо себя взбодрить и начать хорошо день, да, с хорошей ноты, вот всегда очень хорошо помогает задать тон правильное дню именно из Каляна Дэдэ Ан Индонезии и Бегарат Концентре вот эти два парфюма это то, что доктор прописал, как говорят, да. Давайте сейчас с вами, мои дорогие, еще вот к этому парфюму подойдем, о испарениях, да, каких-то вот может быть туманности, паре, это парфюм Сержет Анс Греклер, очень люблю этот парфюм, о лаванде, вот такой, наверное, ладанной, ладанность есть, лаванда, он звучит, бобы тонко, вы знаете, как он звучит, мои дорогие, он звучит вот этими испарениями от утюга, когда он с вами гладит чистое белье, испарениями, как будто можно даже представить корабль, да, вот который, у которого из трубы выходит дым, когда он плывет, корабль вот в плавании, что-то есть такое, именно воздушное, теплое, испаряющееся, и лавандовое, всегда он меня ассоциируется с идеальной белой рубашкой, но именно в расслабленном стиле, не подчеркнуто деловом, официальном, хотя он очень хорошо, кстати, сопровождает и в повседневной деловой жизни, нравится мне очень сильно этот парфюм, так, что у нас с вами еще будет, смотрите, у меня еще остается, наверное, главное, что ничего не пропустить, у меня еще остается, наверное, два парфюма, помните, я вам сказала, если вам покажутся, покажутся эти парфюмы простыми, у меня будет парочку парфюмов, которые звучат и просто, и стильно, но при этом празднично, и давайте вот еще этот парфюм, первый из этой категории, это Амуаж Опус 11, здесь у нас, прежде всего, кожано-удовый, да, кожано-удовый аромат с нотками Майорана, по-моему, также стирок здесь есть, мои дорогие, для меня вот этот парфюм, он звучит, опять посмотрите, появляется кожа, он звучит, с одной стороны, слегка резко, но с другой стороны, очень празднично, заявляет о хорошем стиле, может быть, громче, чем все здесь представленные ароматы, но этот парфюм, в нем слегка есть такое гипнотическое какое-то звучание, но гипнотическое, не сводящее вас с ума, а которое именно, вот именно дает ту правильную долю интереса, да, когда вот вас так слегка укололи, и вам интересно, да, и оставили в покое, то есть у вас нет навязчивости в нем, и в этом парфюме есть приятная, горькая кожаность с, наверное, с приятной, с приятной, горькой кожаность, с подчеркнутой, отстраненным, стильным звучанием, нравится, мне очень, мне кажется, на мужчинах это просто кайф, 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 кайф его обонять, и с последним парфюм, сейчас я посмотрю, похоже, это последний парфюм, мои дорогие, смотрите, это парфюм Доминик Рупьем Промес, да, здесь у нас Фредерик Май, парфюм Фредерик Май, Промес, обещание, парфюм, прежде всего, урозия, такой кислинки яблочного сидра, такой приятный, да, яблочный, какой-то алкогольности, наверное, и касториум, здесь очень много касториума, кожаность появляется, но он звучит для меня мужской, мужской щедростью, мужской щедростью, я очень думала, да, долго, подбирать ли этот парфюм именно сюда, но почему-то, когда я, вот вы знаете, в глубоком своём анализе, когда я думала, ну что подобрать сюда, какие парфюмы, они у меня сами собой, вы знаете, кстати, нет, не последний парфюм, я вспомнила, ещё и будет один, вот этот парфюм, он всё равно выиграл, да, битву, за или против, и он попал сюда, потому что в нём есть и завершённость, и, а вот это качество, определённая простота в соединении с, праздничностью, заявлением о себе, вот, кстати, так же, как и Амуаж, да, опус 11, они заявляют о себе, но при этом оставляют вас в покое, очень редкое, кстати, качество, то есть вам и интересно, и спокойно при этом, да, вот согласитесь, это же очень приятно, и смотрите, последний парфюм, это Труссарде, Ле Виде Милану, Беханзе Гёртн, Пьяцарла Скала, шафрановая, малиновая кожа, которую я очень люблю, это была вот любовь с первого взгляда, этот парфюм, не знаю, его не очень как-то где-то показывают, рассказывают о нём, но он звучит, подчёркнуто, тепло, мои дорогие, тепло, уверенно, стильно, очень стильно для меня, и, не знаю, и привлекательно, да, то есть в нём есть какая-то определённая привлекательность, то есть уже куда-то переходит, да, слегка в чувственность, как, в принципе, Квердо Метист и в Промес, как я вам ещё сказала, где-то чувственность была, сейчас мне сразу в голову не придёт, где-то была ещё у нас чувственность, а, в принципе, Квердо Руси, да, конечно же, есть чувственность, но при этом, да, они остаются на этой грани, которая не переходит в нападение, да, вас не захватят, вас не захватят, не захватят, то есть вы сами сможете решать, да или нет, очень хорошо, кстати, вот так, так что присмотритесь к нему, мужчина, он звучит очень классно, кому нравятся кожаные ароматы, и женщины также, я думаю, он многим понравится, любителям кожаных ароматов, ну вот, мои дорогие, надеюсь, что я ничего не забыла, давай сейчас проверим, похоже, нет, ничего не забыла, пишите мне о тех парфюмах, которые по вашему восприятию являются стильными, мне будет очень интересно, могла бы, я не знаю, что ещё сюда отнести, может быть, таскан лейза, да, тасканскую кожу, но она может быть опять тоже сюда будет попадать в категорию, Михаил Забьет, Мпиацер Ласкала, Томфорд, но у меня ещё, наверное, будет отдельное видео о стильных ароматах, ну вот, а на сегодня всё, желаю вам, как всегда, всего самого хорошего и до скорых встреч! Субтитры сделал DimaTorzok